Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного Саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Ульянова и оператор Юрий Кузьминка. Смотрите в этом выпуске. Вновь пострадала от рук вандалов сердце Саянска. Коммунальные службы города заняты борьбой со снегом. Родительская общественность обсуждала организацию школьного питания. По информации городского оперативного штаба в Саянске на 8 февраля выявлено 4 случая новой коронавирусной инфекции. Всего число инфицированных составило 702 человека. По информации городского оперативного штаба в Саянске на 8 февраля выявлено 4 случая новой коронавирусной инфекции. Число инфицированных сегодня составляет 702 человека. Из них госпитализировано в ковидный госпиталь 19 человек, 15 саянцев и четверо жителей других территорий. На амбулаторном лечении находится 26 человек. Один человек находится в другом лечебном учреждении области. Итого на лечении 42 саянца. Выздоровели 660 человек. Всего сегодня под наблюдением находится 142 человека. Снято с медицинского наблюдения 2242 человека. Все здоровы. С диагнозом вне больничной пневмонии на амбулаторном лечении сегодня 21 пациент. На стационарном лечении 8 человек. Сердце Саянска вновь пострадало от вандала. Ночью молодой нетрезвый человек разбил арт-объект, установленный в микрорайоне Ленинградский. Сердце, тебе так хочется покоя, но вновь инсталляция в микрорайоне Ленинградский оказалась разбита. На символ Саянска покусился нетрезвый вандал. Напомним, буквально месяц назад арт-объект уже был поврежден. Злодеи найдены и наказаны. Думается, чередного антигероя ждет еще более строгое наказание. Наказывать надо, это же неверно. Все делается для города, для нашей красоты. Ну как бы надо наоборот, любоваться, ну и радоваться этому. Конечно, это неправильно. Наказать, найти и наказать. Искать и наказывать. Камеры видеонаблюдения зафиксировали разбитое сердце. Очень жалко, конечно, что в преддверии праздника, Дня всех влюбленных, наше сердце снова пострадало. Люди не ценят красоту нашего города. Подобные поступки прежде всего говорят о низком интеллектуальном уровне и отсутствии социальной ответственности. Понимают такие люди лишь одно весомое наказание рублем. В понедельник поздравления с профессиональным праздником принимали те, без кого невозможен прогресс. Ученые и все, кто занимается различными исследованиями. 8 февраля отмечался День российской науки. 8 февраля в России отмечался День науки. Этот праздник появился в 1724 году, когда по распоряжению царя императора Петра I в России была основана Академия наук. За почти трехвековую историю российская наука обогатила мир целой плеядой выдающихся ученых, великими открытиями и удивительными изобретениями. В акционерном обществе «Сайенским пласт» есть такие специалисты, без которых предприятие не достигло бы тех высот производства, на котором сегодня находится. Замечательные люди, которые работают в группах исследования ВХ, ПВХ, хлора и каустика, коррозии, сектора разработки МВИ. Благодаря их ежедневному кропотливому труду, производство предприятия уверенно ведут технологические процессы и получают высококачественную продукцию. Вопросы на производстве бывают разные, поэтому работа ведется в тесном контакте со всеми группами. О своем сотрудничестве с группами исследователей рассказывает технолог по качеству ПВХ, производство ВХ и ПВХ Ирина Славич. Они являются скорой помощью для всех технологической службы. Поэтому, что бы ни случилось, мы обращаемся, конечно, к ним. Каждый из них войдет в свою тему, поэтому и обращения у нас адресные. Вопросы всегда новые и требуют нестандартных решений. В каждой исследовательской группе и секторе трудятся замечательные люди и специалисты с большой буквы, инженерно-технические работники и лаборанты. Каждый день научные специалисты городообразующего предприятия разрабатывают новейшие технологии, от которых напрямую зависит экономический рост завода. Хочу всех поздравить с Днем науки, пожелать всем творческих успехов в работе, в работе с единомышленником, в их достижениях. Ну, естественно, всем здоровья, хорошего всего-всего-всего и в личной жизни. И сказать от технологической службы ВХ и ПВХ им огромное спасибо за их такой нелегкий труд. 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Один из главных акцентов, обозначенный президентом – поддержка ученых. Тех, кто уже сегодня строит наше завтра. Осадков выпало много и работы хватает. Стоянские коммунальщики заняты уборкой улицы от снега. Несмотря на большой объем выполняемых работ, от жителей слышим лишь нарекания, сетуют они. Счастливого вам пути ведется уборка снега с городских улиц. Из-за сугробов, что образуются по обеим сторонам дорог, ни машину не приперковать, ни пройти пешеходам. Потому столь кропотливой работе уделяется немало времени. «Самое трудное везде, по всему городу. И пешеходки убираем, и дороги убираем, все убираем. Заезды все убираем. Снега много в нынче». Объем работы большой и людей не хватает. Сетуют сотрудники дорожной службы. «У нас три женщины работают. Они наравне с мужиками. И так же и кидают снег. Вот в субботу мы работали, с пусклодьем. Наравне. Вот представьте, вал вот такой этот отбойник. Благодарности дайте перед праздниками. Спасибо. А то только еще ездят, мы теряются водители». Сейчас на расчистке улиц заняты 9 работников дорожной службы и спецтехника. «В первую очередь внимание уделяется местам интенсивного движения в городе, центральным улицам, перекресткам, крутым подъемам и спускам». Меню разнообразное, сбалансированное и очень вкусное. Такой вывод сделали родители на общегородском собрании, посвященном организации питания в учебных учреждениях города. «Те школы, где поменьше питающихся, они ушли в молочную перемену не после первого урока, а перед последним уроком. То есть ребята пообедали после второго урока, затем поучились, выпили молоко, пошли домой». Полноценное горячее питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости детей и подростков. Вопрос организации питания в детских учебных учреждениях «Саянская» было посвящено и общегородское родительское собрание. «Наличие контрольного блюда и соответствие его меню, соответствие раздаточных порций контрольному блюду по весу, соблюдение температурного режима готовых блюд, качества питания. И в течение первого полугодия учебного года мы порядка 50 проверок уже провели. Организация питания соответствует требованиям санитарных правил. На сайтах образовательных организаций, сайте города проводятся мониторинги качества питания. Неоднократно проведены интернет-опросы родителей по удовлетворенности питания в школах». Компанией «Вкуснодел», которая занимается организацией питания в школах, еще осенью разработано перспективное 24-дневное меню, однако с изменением сампина оно вновь доработано. «Колбаса, сосиски это полностью запретили с 2021 года. Мы это будем сейчас выводить. Помимо этого, нам позволили делать все-таки салаты. Все наши консервированные продукты в виде горошка, кукурузы, потом икра кабачковая, мы их будем заменять на салаты». С 1 марта все школы Саянска перейдут на новое перспективное меню. «Подведены итоги городского конкурса среди школьников Саянска «Кубок чистоты». Диплом победителя «Переходящий кубок» и сертификат на 20 тысяч рублей были вручены ученикам школы номер 4. «Подведены итоги городского конкурса среди школьников Саянска «Кубок чистоты». Это командные соревнования по сбору макулатуры и пластика, а также по очистке территорий общеобразовательных учреждений от мусора. Диплом победителя «Переходящий кубок» и сертификат на 20 тысяч рублей были вручены ученикам школы номер 4. На эти деньги в школе сделают учебные стенды. Кстати говоря, «Кубок чистоты» предыдущего года также завоевали учащиеся четвертой школы. Ученики этой школы участвуют в «Кубке чистоты» третий год. В 2019-м конкурс проходил один раз в году. Ребята собрали 760 килограмм макулатуры и 28 килограммов пластика. Зато на следующий учебный год было уже три этапа конкурса и было собрано 8,5 тонн макулатуры и 346 килограмм пластика. А в этом году конкурс пройдет в два этапа. И в сентябре уже было собрано 2,5 тонны макулатуры и 150 килограмм пластика. Мы сберегаем леса. Мы учим семьи культуре сбора мусора. Бумага отдельно, пластик отдельно. Мы ничего не выбрасываем. Дети ходят, собирают, дома собирают. У нас летом все семьи. У кого в гаражах хранятся, у кого на балконах. Однако уже доброй традицией в четвертой школе стало собирать макулатуру и пластик не 2-3 раза в год, а каждую пятницу ученики идут в школу с пакетами и порой достаточно увесистыми. Вот на таком конторе, вот наш контор, хоть мы им и говорим, связывайте, пожалуйста, по 5 килограмм. Мы тетки-то уже в возрасте. Ну нет, и по 10, он такой хороший контор, до 22. Надо сказать, что большое значение для успеха этого грандиозного экологического марафона имеет активное участие семьи ребят, родителей, дедушек и бабушек школьников. Так получилось, что у моей мамы и бабушки работа связана с канцелярией, и у них остается очень много ненужных бумаги. И поэтому каждый месяц мы с дедушкой вывозим по несколько килограммов этого сырья. И тем самым помогаем окружающей среде. У нас остаются ненужные бумаги, пластик. Мы это все собираем в пакетах и копим, когда нам скажут, мы приносим. Мы каждый год собираем всем классом, школой, макулатуру, пластик и грузим в машину. Смысл акции, что мы один раз использовали, мы можем еще раз это использовать уже в другом предмете. В этом учебном году экологические игры Кубок Чистоты среди школьников продолжаются. Победители определятся в мае. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым наша улыбка всегда будет красивой. 9 февраля во всем мире принимают поздравления стоматологи. Зубной врач – это специалист, который у многих ассоциируется с болью и страхом. В большинстве случаев такие воспоминания связаны с детством. Ведь еще 20 лет назад уровень стоматологии был значительно ниже. Ставили цементные пломбы, а наркоз мог держаться и по 12 часов. Сегодня профессия стоматолога очень популярна и востребована. Мечтал, можно сказать, с 14 лет об этом. Увлекся, вот так получилось, что попалась мне в то время на глаза книжка по стоматологии. Помню еще, это была терапевтическая стоматология. И потом, помнится, мама пошутила, говорит, да он стоматологом будет. И как-то у меня все это зерно вот так вот проросло в голове, и я решил, что почему бы и нет. Стоматолог – это достаточно широкое понятие. Так, этот специалист может быть терапевтом, который занимается первичным осмотром пациентов, ставит диагноз, лечит зубы и подготавливает их к протезированию. Последним уже занимаются ортопеды. Они дарят людям возможность иметь красивую улыбку, хоть и с искусственными зубами. Кроме того, есть специалисты-ортодонты. Они занимаются проблемами, связанными с прикусом. Удаление зубов и челюстные операции проводит хирург. Есть еще одна очень важная и не менее востребованная специализация – стоматолог-эстетист. Он делает зубы красивыми, убирая при этом все дефекты, которые они имеют, производит отбеливание зубов и прочие процедуры. Я очень люблю свою профессию, поэтому работаю на пенсии уже давно-давно. Работаю. Очень нравится мне. В этот день главный врач городской стоматологической поликлиники Юлия Симонова поздравляет своих коллег с профессиональным праздником и желает успеха в работе. Я бы хотела поздравить всех врачей нашего учреждения и всех врачей-стоматологов города Саянска с этим праздником. В первую очередь пожелать всем здоровья, благополучия мира в семьях, уверенности в завтрашнем дне, роста, развития в профессии, удовлетворения в своей работе. Вы дарите людям улыбки и делаете мир красивее. В свой профессиональный праздник врачи, как и всегда, на посту и напоминают о том, что нужно регулярно ходить на профилактические осмотры и просят не бояться обращаться к стоматологам с жалобами. В современных условиях доктора предлагают адекватное обезболивание при любых стоматологических вмешательствах, качественные стоматологические материалы, современные технологии и индивидуальный подход к каждому пациенту. Мне вовсе не холодно, а жарко. Юноша с обнаженным турсом на протяжении часа удивлял горожан своим променадом. За путешествием горячего парня следила наша съемочная группа. Удивительное зрелище открылось жителям микрорайона Центральный в полдень понедельника. Юноша с обнаженным торсом и порезанными руками разгуливал по улице, затем наведался в отделение Сбербанка, побывал и в ТК «Шоколад». Был он вполне дружелюбным, но не вполне адекватным. Потому бдительные граждане вызвали наряд полиции. Да греться-то нельзя, а то нужно закаляться. Да тут сегодня погода тёплая, вообще знаешь, как лето вообще. По словам молодого человека, ушёл он в загуз минувшей пятницы, одежду выкинул, потому что она была грязная. После некоторых пререканий сотрудники Росгвардии загрузили любителей прогуляться по морозцу налегке в машину и доставили до пункта назначения в отделение. На прощение молодой человек всем пожелал добра. Не пейте, синька, зло, резюмировал он. Садись, другая. Давай, садись сейчас, давай. Двигайся. В областном конкурсе в номинации «Лучший волонтёрский отряд» победил отряд Саянской гимназии «Позитив». С 1996 года в гимназии имени Найскина работает волонтёрский отряд «Позитив». За эти годы проделано немало. Последний год внёс коррективы в деятельность объединения, но ребята продолжили делать добрые дела даже в таких условиях. Организовали сбор тёплых вещей вязаных и передали их в реализационный городской центр «Лучик надежды». Мы также присоединились к акции, которая была по всему городу. Собирали корма для животных. Проводили акции внутри гимназии. Дружные переменки по толерантности, облако дружбы, например. Акции «Мы против алкоголя», «Посылка пожилым людям» и другие. Собрав материалы по проведённым мероприятиям за последние три года, отряд «Позитив» принял участие в конкурсе «Лучшие волонтёры Иркутской области». Добровольческие достижения оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители общественных организаций и органов власти Иркутской области, у которых большой опыт в работе с волонтёрскими объединениями по разным направлениям. Эксперты оценивали эффективность, актуальность и социальную значимость добровольческой деятельности и охват благополучателей. По результатам конкурса лучшим волонтёрским отрядом стал «Позитив» из гимназии имени Надькина. Довольно давно занимаюсь волонтёрством, наверное, с класса восьмого. И мне это безумно нравится, помогают людям, увидеть их улыбку. Даже вот чисто когда проводили акцию «День матери», раздавали по улице листовки с поздравлениями, шарики. И мне очень нравится это делать. И вообще я думаю, что если ты делаешь добро, то оно должно вернуться и к себе. В картины галереи Саянска прошла презентация творческого проекта «Время осмысления». Новая экспозиция представляет творчество иркутских и ангарских художников, увлечённых концептуальным искусством. Теперь посмотрите, ведь москутки цвета работают. Как прекрасно, когда мы работаем в этом цветовом мире. С такого лирического перформанса началось открытие необычной выставки в Саянской картиной галереи – выставке концептуального искусства. Известный иркутский художник Анатолий Дмитраков попробовал объяснить зрителям, в каком мире живёт живописец и какими возможностями он обладает, чтобы донести людям свои мысли и чувства. Анатолий Дмитраков – художник, дизайнер, учитель высшей категории, лауреат губернаторской премии. На его счету более 20 творческих проектов. Современное творчество – это всё-таки человек, художник, философ, психолог, теоретик, технолог. И на сегодняшний момент мы вот эти вот все слова, все профессиональные возможности стараемся объединить в своей выставке. В экспозиции представлены работы иркутских и ангарских художников, увлечённых концептуальным искусством – Владимира Иванова, Павла Павлова, Надежды Савиной и Дмитраковой, Оксаны Москвич. Это и полотна, словно окна в космос, фрагменты земли, неба и моря. Это и математически чёткие, выверенные композиции. И инсталляции пространственной композиции, где человек бежит, бьётся в клетки, радуется жизни. В концептуализме важна концепция произведения, цель этого искусства – в передаче идеи. А художник – творческий философ, способный заглянуть за привычный горизонт восприятия. Если он заглядывает за горизонт, значит, он видит какие-то новые пространства, новые миры. И старается проявить их в этой нашей, как сказать, территории, нашего пространства. По оценке специалистов, работы, которые представлены в Саянской картинной галерее в экспозиции «Время осмысления», вполне способны украсить самые престижные вернисажи Москвы и зарубежных музеев. Продолжение темы. Иркутский художник Анатолий Дмитраков провёл для саянцев мастер-класс. Для мастера занятие творчеством – это разговор с пространством, цветом, геометрией окружающего мира. Необычный мастер-класс провёл в картинной галерее иркутский художник Анатолий Дмитраков. В своих работах он использует новый подход – это световое излучение, работа с разными формами и пространством, где мастер демонстрирует необычные цветовые решения, которые, по словам художника, строят модель жизни и показывают разные способы конструкции нашего мира. И когда человек даёт понятие о композиции, элементарных её законах, что такое композиция – это когда человек в пространстве занимает определённое место, организует определённое место пространства, и композиция в том и заключается, что у неё есть какие-то границы. Вот об этом и говорится, что есть у неё границы, есть у неё баланс между верхом и низом, есть горизонтали и вертикали, то есть самые элементарные понятия, и потом уже создаётся определённый объём. На занятиях всем желающим он постоянно предлагает экспериментировать, анализировать, искать новые подходы к изображению и самовыражению, ведь все мы в душе являемся не просто художниками, но и философами, психологами и даже теоретиками. Мастер-класс получился тоже очень необычным. Всё началось очень просто. Берёшь лист, три фломастера, и под чутким руководством мастера начинаешь творить. Сначала всё было непонятно. Проведите девять горизонтальных линий одним цветом, потом вертикальные линии. Я как художник, какую-то сразу начинаю компоновку в лесе эти линии, потом берёшь в другой фломастер, вводишь, и вот этот процесс, он начинает уже захватывать. Анатолий Дмитраков уверен, что на таких занятиях мы учимся выражать своё творческое мышление, чувствовать пространство, объём, выражать себя в движении и реализовать свои творческие идеи. Они заложены в каждом из нас. Кто-то передаёт их в слове, а кто-то в звуке и даже материале. Народный театр «Студия внутри» приглашает саянцев на премьеру новых спектаклей. Постановки пройдут с 11 по 14 февраля в Центре народного творчества. После продолжительного простоя возобновляют свою работу культурные заведения. Дворец культуры «Юность» и Народный театр «Студия внутри» представляют серию спектаклей «Чехов с любовью» в постановке режиссёра Сергея Анчутина. В актовом зале Центра народного творчества, который расположен по адресу микрорайон Юбилейный 68, бывшем здании художественной школы, 11 и 13 февраля в 19 часов состоится премьера спектаклей «Медведь» и «Предложение» и 12 и 14 февраля в 19.00 спектакля «Юбилей». Стоимость билета 150 рублей. Согласно указу губернатора, театры должны соблюдать противоэпидемические условия. Зрительный зал может быть заполнен на 25%. На входе у всех будут проверять температуру. В помещениях установят антисептики и санитайзеры для обработки рук. Зрители должны находиться в масках. В прошедшие выходные юные модели агентства «Кристалл» приняли участие в необычном флэш-мобе. С самого детства они выходят на подиум, снимаются в фотосессиях и устраивают флэш-мобы. В прошедшие выходные юные модели продемонстрировали свое мастерство и умение держаться перед зрителями. Менее года назад, буквально несколько месяцев, в нашем городе впервые открылось модельное агентство. И вот пришла идея, ребятишки занимаются уже несколько месяцев, оттачивают свое мастерство на своей базе, выступают, ходят красиво. И вот пришла идея пойти на более широкий экран. Не у себя на территории выступить, а где-то в каком-то месте, где будут зрителями их родители. Мы обратились к компании, известной в нашем городе, с тем, чтобы взять у них вещи, чтобы это было красиво, чтобы это было уже как на подиуме. Компания, огромное спасибо, пошла нам навстречу, предоставила не только одежду, но и свою территорию. И вот сейчас дети на ваших глазах с огромной радостью, с блеском, с энергией, с энтузиазмом показали свое мастерство. Хотя первый выход юных звездочек был рассчитан больше на родителей, но, похоже, не только мама и папа, и сами участники остались довольны своим дебютом. Одно дело, когда мы репетируем в студии, смотрим на себя в зеркало, и нас поправляют руководители. И другое дело, когда мы выступаем перед народом, зрителей, которые снимают нас. Было немного волнительно, но мне кажется, все прошло хорошо, и мы смогли сделать. Как бы к этому ни относились окружающие, бесспорно, одно, все они действительно невероятно хороши и обаятельны. Если раньше модели начинали свою карьеру лет 14, то сегодня никого не удивишь трехлетней девчушкой на подиуме. Впрочем, обычные девчонки и даже мальчики, принимающие участие в модных показах, чувствуют себя вполне уверенно и смело шагают под прицелом телефонов и фотокамер. Мы с радостью приняли их предложение, предоставили им подиум, предоставили им для фотосессии наши вещи. Мы оказались очень удивлены, когда узнали, что в нашем городе столько много талантливых мальчишек и девчонок. Я думаю, что наше сотрудничество продолжится. Эти маленькие модели еще молоды, но уже смелы, амбициозны и не сомневаются, что однажды добьются славы и признания. А пока их жизнь состоит из постоянных репетиций, бесконечных кастингов и занятий с преподавателями. Я случайно зашла в магазин и стала свидетелем удивительного флешмоба. Дети танцевали, резвились, прыгали. Это так заряжает, будоражит. Это очень классно, что в нашем городе проводятся такие мероприятия. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова